Так, это что тут? Это хозяйство. Тут у нас инструменты. Посмотрим? Ну да. Вот. Владимиру Зимину 42 года. Уже несколько лет он работает при храме на звездочке сторожем. Живет в вагончике и мечтает о своей квартире. Его жизненная история началась трагично. Мама бросила в роддоме в Норильске. Оттуда малыша направили на операцию в Москву, в Морозовскую больницу, а затем перевели в московский детский дом. В семь лет Владимир оказался в нашем районе, в Константиново, во вспомогательной школе-интернате. Половина были и это, и мать приезжали по субботу, родители были. Мы просто, нам заняно было. Сидишь, да, вот оправляешься, прощаешься с ними. В субботу приезжают мамки. Они берешь и как-то сидишь на лавочке, смотришь, идешь, они домой едут, а мы опять здесь. Как-то было чуть-чуть обидно очень. Мы всегда сидели и ждали. Нас возили в пионерские лагеря, очень-очень. Да, как лето, пионерские лагеря. Более котик, знаете. Ну вот у нас там было очень много стыжки. Нас обзывали очень сильно. Мы просто вот это не любили. Когда нас обзывали дедомские, без матери. А у нас, знаете, в голове как-то без силы. После интерната год проучился в 88-м училище. Пытался устроиться на работу, но негде было жить. По закону детям-сиротам государство предоставляет квартиру. Однако документы, подтверждающие статус сироты, Владимиру не выдали. На руках только паспорт с регистрацией при Константиновской школе-интернате. Эта школа давно закрыта. Лариса Зайцева, пожилая служительница храма, помогает Владимиру много лет. Она отправила его за помощью к Любови Семеновой, тогда депутату районного совета. Я направила свой запрос в Морозовскую больницу детскую. Как он мне сказал, что он там был в детстве. Там был. Как он помнит и как помнят его друзья, с которыми он был передан в Константиновский детдом. В Морозовской. И надо было установить мне, значит, действительно документ получить из Морозовской больницы. Но такого документа мне не дали. Они сказали, что вот есть имены, но имя другое. Тогда я пошла по другому пути. Я стала заниматься со свидетелями-учителями, которые его обучали с самого раннего, ну, с 7 лет. В школе там, в Константиновской. Они мне подтвердили, что да, они поступили. Они не знали, из какой они больницы поступили. Но они поступили, эти дети, в том числе и Зимин. Просьбу помочь Любовь Семенова передала Татьяна Накарякова и представителю уполномоченного по правам человека в Московской области. Было понятно, что право нарушено и не было цели наказать кого-то или искать, кто виноват в этой ситуации. Была поставлена цель о том, чтобы это нарушенное право его восстановить, помочь ему. Конечно, ему очень хотелось иметь свою квартиру. Но понятно было, что без определения статуса сироты это было невозможно. Татьяна Накарякова обратилась в управление опеки и попечительства. Документов, подтверждающих сиротство Владимира Зимина, не было. Специалисты опеки сделали запрос норильским коллегам. То, что Владимир Зимин родился в Норильске и от него отказалась мать, подтвердили. И вновь многочисленные запросы, ответы. Когда документы собрали, адвокат Елена Вагина помогла составить иск в суд на восстановление статуса сиротства. По четвергам адвоката Сергея Патронского филиала провел дежурство. И получилось так, что в два дежурства Зимин Владимир Иванович попал ко мне на консультацию. Я писала, искала заявление о признании его сиротой, а потом искала заявление, получается, уточняла в рамках жертвы, что включили его в список очередников детей-сирот, воспитывающих, осташиваться от печенья родителей. Ответчиком в суде, а заседаний было несколько, выступило Управление опеки и попечительства. Возраст Владимира Зимина, 42 года, мог стать серьезным аргументом для отказа. По закону восстановить статус и права сироты через органы опеки возможно лишь до 23 лет. Органы опеки осуществляют свой контроль и организуют помощь какую-то для детей. И лица из числа которых предельный возраст – это 23 года. После 23 лет мы уже помогаем от чистого сердца и души, но полномочий, допустим, контролировать ребят у нас уже нет. Они уже сами самостоятельные и должны обращаться во многие инстанции самостоятельно. Их дееспособности также никто не лишал. 15 декабря 2016 года состоялось заключительное заседание суда по этому делу. Суд принял решение восстановить права Владимира Зимина. Эти документы были предоставлены в органы опеки. Конечно же, решение суда, которое Владимир Иванович к нам принес, мы рассмотрели на комиссии, приняли положительное решение. И сейчас документы по результатам комиссии мы направляем в вышестоящую организацию, для того, чтобы осуществлять финансирование дальнейшей деятельности. В соответствии с нашим 159-м федеральным законом, с областным 248-м, жилые помещения предоставляются по договорам специализированного жилого фонда. То есть в течение пяти лет Владимир Иванович будет эту квартиру занимать. И впоследствии он, по истечении пяти лет, может переоформить ее на договор социального найма и приватизировать. Теперь Владимир Зимин включен в список детей-сирот, которым государство обязано предоставить жилье. В следующем, или уже в этом году, Владимир, наконец, получит квартиру. Все, кто так или иначе поучаствовал в его судьбе, почти не верили в счастливый исход дела и очень рады. Это тот случай, когда беда одного человека объединила сразу многих людей, которые и по долгу службы, и по человеческому долгу очень хотели помочь. И все получилось. А это кто-то подарил эту картину? А, это мне, эту картину я покупал. Да? Да. Себе на рождество, да. На рождество? Да. Ну так себе хотел. Подарок? Да. И купил себе. Володе еще предстоит свыкнуться с мыслью о своем доме. А пока он хотел бы повидаться с мамой. Мать есть мать. Вот если бы сейчас вы ее встретили и была возможность с ней поговорить, вы бы что ей сказали? Ну... Вот прямо слова. Какие бы вы маме сказали? Здравствуй, мама. Ну, я не знаю, это надо, как вам объяснить. Ирина Белякова, Антон Каврижных. Тема. Ирина Белякова.